СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ Когда мы говорим о социальной организации, мы ждём что-то такого, что раздирает наши, как-то заставляет жалеть. Вот. То, наверное, мы здесь не поражалось. Наверное, нам важно создать для ребят как раз контрастное место, контрастное их жизни, их школам, их какой-то атмосферы обитания, чтобы это была очень чёткая граница между этим и этим, между вымышленным миром, придуманным миром, миром фантазии и обыденным миром. Цирк — это понятная штука для подростков. Есть трюк, есть риск, есть экстрим, есть презентация, есть успех. И это происходит прямо здесь, сейчас. Для нас есть очень чёткие, понятные рамки. Это ребята из коррекционных школ, ребята-мигранты и дети и подростки с синдромом Дауна. Вот мы определяем группу социального риска для себя вот таким образом. На самом деле, когда у нас сотрудники новые приходят в цирк, я говорю, ребят, вот у вас есть время там какое-то научиться жонглировать, потому что работать в цирке и не уметь жонглировать — это стыдно. В истории в Упсала цирк ни один человек спросил, типа, вот тебе само это интересно ходить и всё время искать эти деньги, ну, как бы быть в роли вот этой. И я немножко, конечно, обиделась на это. На самом деле, я делаю это для твоего будущего, и у тебя есть дети, и твой ребёнок через несколько лет пойдёт по этой улице, и у него есть шанс встретиться с этим парнем, который попал в Упсала цирк, но встретиться с ним в другой роли. Но если бы он не попал в Упсала цирк, то, скорее всего, твой ребёнок бы мог встретиться с ним совершенно по-другому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова